Артур Саркисян родом из Грузии, родился в семье военного. Собственно, это и определило его дальнейшую судьбу. Закончил военное училище, принимал участие в урегулировании конфликта между Абхазией и Осетией. Позже попал под сокращение. В Ангарске оказался случайно. Приехал в гости в Ангарск. Мне понравился город. Люди здесь, скажем, что они очень открытые. Понравилась очень природа. Поэтому решил остаться в городе Ангарск. Соответственно, после чего поступил в структуру МВД. Артуру Саркисяну всегда нравилось помогать людям. Поэтому предложенной должности участкового обрадовался и сразу же приступил к работе. Приходят разные люди с разными проблемами своими. Тем более, это пожилые люди, которые нуждаются в помощи нашим. Мы стараемся им помочь. Здравствуйте. Это участковый полномоченный Саркисян Артур Альбертович. Слушаю. Рабочий день участкового легким не назовешь. Прием граждан идет практически круглосуточно. Жалобы на соседей, громкую музыку или пьянство. Каждого нужно выслушать и предпринять меры. Большую часть времени Артур Саркисян проводит даже не в кабинете. Обход территории, мониторинг чердаков и подвалов, отработка поступивших сигналов. Их, к слову, поступает немало. На территории, которую обслуживает полицейский, проживает более 4 тысяч человек. Здравствуйте. Я извиняюсь, камеру не бойтесь. Участковый полномоченный, второй отдел полиции. Скажите, пожалуйста, кто у вас проживает в соседнем? Народный участковый конкурс всероссийский и довольно престижный. В этом году проводится в восьмой раз. В Ангарске с выбором кандидатуры у руководства сомнений не возникло. Саркисян Артур Альбертович проходит службу в отделении участковых полномоченных 2-го отдела. С 2014 года зарекомендовал себя с очень положительной стороны, как грамотный, ответственный сотрудник. За полтора года службы, через полтора года службы был назначен старшим участковым полномоченным. Как проявил себя, как свои деловые качества, так и в умении собрать коллектив, руководить участковыми полномочными. На результаты конкурса народный участковый может повлиять каждый. Собственно, от активности ангарчан и зависит, пройдет ли ангарский участковый во второй этап. Всего их три. Заключительный состоится в ноябре онлайн-голосованием на интернет-сайте МВД России. Напомним, ангарчане уже дважды становились победителями регионального уровня в 2013 и 2015 годах. Ирина Шавлюк, Антон Бархатов. Местное время.